Ну, здесь просто такая иллюстрация уровней отказов, то есть есть отказ системы, отказ основных частей, отказ изделий, отказ элементов, то есть, соответственно, в зависимости от уровня аналитики вы можете докопаться к коренным причинам дефектов, которые возникают вот в этой иерархии на уровне целой системы. Ну и, собственно, наша модель, то есть наша, мы обещали вам рассказывать про некие подходы к управлению, структурированию данными, да, поэтому здесь показана некая блок-схема уровней данных, которые необходимы для анализа надежности и принятия, соответственно, решений по обслуживанию, по ремонтам оборудования. Ну, вот этот вот синенький пунктиром обозначенный блок, это некая данность, которая должна быть описана до начала анализа. Это именно технологическая или любая там система, в которой есть объекты, то есть сама система, позиции оборудования, реальные единицы оборудования и компоненты мы называем узлами. Соответственно, на любом из этих уровней может произойти некое событие, которое необходимо с точки зрения фиксации проанализировать, что это событие. И есть такая рекомендуемая стандартами и ГОСТами некая афронология фиксации этого события с точки зрения данных. Мы же сами говорим о неких данных, которые должны быть отражены в информационной системе и потом проанализированы теми самыми инженерами по надежности и планировщиками. Значит, опять-таки, если возникает событие, то первое, что может проявиться, это симптом дефекта, то есть некое проявление этой неисправности дефекта на ранней стадии. Соответственно, второй справочник и там информационная сущность, как мы говорим, это непосредственно дефект, который возник на оборудовании. Следующий уровень информации и данных, которые фиксируются, это последствия, то какие последствия может этот дефект принести для целиком системы, либо экологии, либо промобезопасности, в зависимости от последствий и разная совершенно нарезка есть этих последствий. Следующий справочник, последствия, которые мы прогнозируем, оно имеет некую критичность, высококритичный, низкокритичный, это отдельный справочник. Следующая сущность, это причина дефекта, то есть понятно, да, сам дефект это неисправность сальника, причина дефекта лопного кольца уплотнения. То есть тут именно находится самая сложная как бы область. Причина дефекта и дефект, понятно, да, то есть причина дефекта это не дефект, это именно то, что стало причиной этого дефекта. Ну и самое интересное для нас, как менеджеров, как руководителей, это коренная причина дефекта. То есть задача руководителя не бежать на пожар, да, устранить этот отказ, а все-таки понять, почему он происходит все время. Вся наша вот эта методология управления рисками, она нацелена на устранение именно коренных причин дефекта. Для того, чтобы эту коренную причину, если она обозначена и выявлена, известно два варианта. Это способ предотвращения, то есть, чтобы этот дефект и отказ, связанный с дефектом, не проявлялся в будущем никогда. Японцы любят, как вы знаете, такую Zero Down Time методологию, ноль простоев. Это полностью отсутствие дефектов на оборудовании. Ну и поскольку не все дефекты можно устранить, вторая задача инженера по надежности и нас, как там МСИшников, которые помогают, это описать способы раннего обнаружения дефекта. Вот здесь возникают диагностика, обходы, осмотры, как инструмент мониторинга за дефектом в случае, если невозможно его полностью предотвратить. То есть, тем самым, вот эта вот линейка рассуждение заканчивается некими мероприятиями по анализу и предотвращению отказа. Соответственно, если дефект уже проявился, есть уже отказ, в любом случае необходимо планирование работ после отказа, то есть, тем самым, переходим там в планирование, то есть, даже наличие дефектов не уменьшает ценность планирования. То есть, все дефекты, они должны попадать не в некую плановую или в неплановую работу и выполняться с какими-то нормативами. Это вот, если говорить о, как сказать, структуре данных, необходимых для фиксации дефектов, отказов и, соответственно, анализ последствий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok